Это Вести Чувашия. Продолжаем выпуск. Во дворце детского и юношеского творчества в Чебоксарах в пятый раз прошел финал городского фестиваля «Фитнес вместе с мамой». В этом году в нем участвовали воспитанники 56 детских садов столицы вместе с родителями. Правда, на большую сцену жюри пригласило только 24 команды и их признали лучшими. Как к выступлению готовились мамы и дети и чем удивляли конкурсную комиссию, расскажет Евгения Зиновьева. За синхронными движениями детсадовцев и мам скрыты месяцы упорных тренировок, признаются участники конкурса. К фитнесу и взрослые, и малышей неровно дышат уже несколько лет. К примеру, 167-й детский сад включился в городской проект 5 лет назад. С тех пор не пропускает ни одного сезона. А в дошкольном учреждении даже открыли специальный спорткружок для детей. Это самый популярный проект у нас. Любят его, я уже повторюсь, и мамы, и дети. У нас есть даже бабушка, но, к сожалению, бабушка сегодня не смогла прийти. Пока одни команды демонстрируют мастерство на сцене, другие репетируют в фойе. Помимо техники, конкурсанты в этом году решили цеплять в жюри их костюмами. В экипировке многих команд угадывается национальный колорит. В 11-м детском саду признаются. Чувашскую мелодию для своего выступления выбрали не случайно. Таким образом хотели преподнести городу подарок 550-летию, добавляют родители и дети. Я очень рада, что мы с мамой этот танец танцуем. Я уже два раза на сцене выступала, потому что или три. Сделать номер «Илем» называется наш, по Чувашскому песню, с родителями. Нам пришлось, конечно, очень долго работать, долго изучать обычаи, национальные стили, как преподнести правильно. Нашим детям очень-очень нравится. Организаторы подчеркивают, спортивно-танцевальный конкурс год от года набирает популярность. Но в проекты дети и родители приходят отнюдь не для того, чтобы инструктор научил их синхронно двигаться под музыку, добавляют в городскую администрацию. Что дает нам это проведение на данном мероприятии? Конечно же, прежде всего, сплочение родителей, детей, педагогов, здоровья, здоровый образ жизни. И вообще своим примером мамы показывают, какие должны быть дети. На сцене Дворца Творчества в этот день отметили каждую команду. Победители выбирали в трех номинациях – аэробика, степ-аэробика и хип-хоп. В результате дипломы за первое место достались воспитанникам, родителям и педагогам 201, 144 и 202 столичных детских садов. Евгения Зиновьева, Алиса Александрова, Михаил Солин. Вести. Чебоксары.